приветствую всех настоящих ценителей бокса вчера талантливый узбекский боксер бектимир мели кузиев сенсационно проиграл середняку из америки габриэлю рассада и на канале есть детальный разбор этого поединка но сегодня я предлагаю более глубоко как копнуть три технических момента а именно мы разберем защиту бектимира мели кузиева все что ки она у него есть или нет также мы разберем почему данная защита не сработала и мы обсудим дальнейшие перспективы бектимира мели кузиева потому что многие сейчас в интернете заявляют что по сути то он и боксировать не умеет и просто был спортсменом переоцененным которого раздули ну и так далее вот разберемся где правда ребят я снимаю прямо в поле с треноги я сейчас ее поставлю ну и соответственно отойду чтобы меня было лучше видно также я хочу предупредить что это выпуск неформальный сегодня какой-то динамики не будет но если вы любите именно технику бокса то оставайтесь на одной волне сейчас вместе повеселимся и прямо технические моменты разберем ставлю треногу первое защита бектимира мели кузиева все-таки она есть или нет она есть и чтобы понять в чем она я хочу привести метафору вот смотрите есть ешь и есть черепаха они защищены панцирем и колючками это понятно но такие ли уж они непобедимые но понятное дело что они очень даже победимый в то же время есть тигр и у него нету ни колючек ни панциря но ранить его это очень трудно так вот на самом-то деле из защиты бектимира мели кузиева то что у него опущены руки да она строится на ногах и я сейчас немного скопирую бектимира я высокий худой у меня не такая хорошая координация но суть думаю передать смогу смотрите вот он стоит бектимир ну во первых он дико сутуливается всегда максимально мы сутуливаемся и максимально расслабляемся чтобы наши плечи упали вниз голову нагибаем так вот основа защиты бектимира мели кузиева это именно ноги смотрите какая штука в боксе есть дистанция вот например дальняя то есть с места нельзя до соперника достать ну далековато каждый боксер должен сделать или шаг челночное движение вперед тогда он достанет или наоборот если соперник до него достает то он может одновременно с этим сделать шаг или челночный подскок назад и без разницы у тебя руки подняты или у тебя руки опущены то есть если ты контролируешь дистанцию вперед вперед и наоборот назад назад то все ты как бы вне зоны достигаемости и по сути самая базовая ступень защиты бектимира мели кузиева это именно банально контроль дистанции и если у него все идет хорошо то без разницы руки у него подняты но он разве что плечо любит переднее поднимать это да это кстати хорошо очень что у него руки опущены суть в том что он ногами своими он себя выносит из-под ударов соперника и то есть он как выходит со своими ударами так уходит обратно и так приходит еще раз обратно то есть это полный контроль дистанции но на самом деле все еще гораздо сложнее и бектимир и например василий ломаченко кстати василий ломаченко в этом даже больше специалист они на постоянной основе используют заходы в стороны то есть у бектимира это как выглядит что опять же вот он сутулина стоит и вот он у него есть вперед-назад ближе дальше но самый главный его базовый элемент по сути это заход вправо то есть как он это делает он это делает по разному если бы я это мог показать идеально я наверно уже сам бектимиром был и выступал вместо него но я это сделать не могу у меня координации не хватит но суть примерно заключается в том что он движется вперед назад и в какой-то момент он заходит в сторону сопернику и он мало того причем он когда заходит в сторону сопернику он очень интересно он не просто заходит а он очень интересно в этот момент прикрывается обычным передним плечом то есть он себя как бы взводит и он кроме этого еще и вес тела у него не посередине обычно он на заднюю ногу больше садится то есть он себя как бы заряжает на удар левой рукой и то есть у него этот элемент он повторяется просто все время то есть он бывает после удара своего заходит но часто он даже пассивно я это полноценно сымитировать фактически не могу очень сложная техника но есть некий такой подскок как-то он раздергивает 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 и вот он как бы заходит 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 и в какой-то момент на этом человечном движении он заходит как бы еще больше одновременно и смещаясь с линии атаки и заряжаясь под удар задней рукой и в этот момент он бьет то есть раз-два в этот момент он бьет свой страшный часто крюк снизу иногда это может быть прямой удар по сути самый безопасный ну и третий элемент защиты бектимира меликузиева это даже когда он стоит на месте то ноги они ведь стоят не просто на прямой линии они на самом деле и по сторонам тоже растянутый и получается он когда переносит весь тело с передней ноги на заднюю ногу то тем самым колеблется его голова то есть фактически он делает уклоны это даже не обязательно классические уклоны телом но это как бы уклоны балансом ног и получается что что с одной стороны его голова открыта как бы да она достигаем и вот как мы разбирали что есть черепаха панцирь не простучишься а есть тигр вот все как бы он открытый но ты его возьми и тут тоже самое у бектимира то есть по сути это мнимая открытость но с учетом контроль дистанции что ушел пришел перестроился ударил попасть по нему крайне трудно это была защита почему же она не сработала против габриэля рассада понятно что задним числом как бы уже все умны все можно объяснить причина поражения это то что бектимир не проявил уважение к сопернику но в каком смысле короче соперник нужно уважать в первой секунды боя до последней пока он окончательно не упадет в нокаут он уже падает поднимается но он как бы опасен все время и получается бектимир дело в том что не то что он даже свои руки опустил а он в какой-то момент он как мне кажется он как бы уже расслабился вернее что расслабился физически расслабился это хорошо он как раз плечи свои расслаблять я не об этом я имею ввиду может потерял концентрацию может появилась некая предсказуемость то есть он уже меньше его как бы стал дурить а больше стал именно просто заряжать по нему удары и бить буквально чуть ли не как по мешку а с учетом того что удар бектимир опять же технически достаточно интересно он и прямые умеет бить но у него удары часто у крюки и он систематически задней рукой левый он вешал крюк очень тяжелый и он вешал его в примерно одинаковой динамики то есть некий подскок челночный и после этого этот крюк и если это удар прямой если например соперник даже тебя просчитал и даже если у тебя были опущены руки перед этим то сам удар прямой он тебя страхует потому что вот ты выходишь вперед ты туда прямой бьешь и у тебя получается какая ситуация ну я еще показал вообще и руку обычно поднимают то есть получается ты его ударил все ты как бы перекрыт то есть даже если тебя поймали то с этой стороны ты перекрыт другая рука у тебя ну на защиту как бы становится и не так просто поймать но когда удар а бектими раз за разом бил боковой удар то получается у тебя руки опущены были даже если бы они у тебя полностью подняты были то есть сам момент этого удара одна сторона оказывается полностью открытая и выходит что соперник самое главное конечно что он просчитал то есть я думаю там тренер в углу мог помочь очень мудрый он человек то есть бектимира же постоянно раздергивают то есть он не просто атакует а он именно дернул дернул плечами обычно все показывают плечами и ногами дернул дернул и выходит со своей двойкой и примерно делает все одно и то же и соперники его просчитал возможно они это сделали с тренером и вот это сочетание то что бектимир по сути скорее всего думал что у него все уже в кармане он уже добивался соперника дорабатывал действовал предсказуемо соперник ритм как бы его поймал и при этом удар еще и боковой идет боковой раз за разом раз за разом то есть потенциально можно ударить в разрез и гаврия расада этим шикарно воспользовался вот вроде он фактически середняк по своему уровню ну так вот реально если проанализировать его карьеру проанализировать его технику но сегодня как он исполнил этот элемент как он ударил коротко сразу же унырнул после этого да это учебники бокса можно вносить то есть прием достойный буквально флойда майвезер течет по мне под я не знаю почему вроде легко одет и давайте что давайте перейдем к третьему моменту это что теперь ждет бектимир мили кузиева я пожалуй даже для этого сниму со штатива телефона то есть у турист смотрите как бывает обычно сначала все хвалят 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 захваливают а потом когда ну спортсмен проиграл то выясняется что он по сути-то и боксировать не умел да я вот этим категорически не согласен дело в том что бектимир кто бы что не говорил такой вроде он открытый но у него очень серьезная техника и это потею дико как в бане и прям весогонка хорошая да и это техника она заключается не в ударах хотя в ударах она тоже заключается он расслабляет лопатки он их ну бросает может быть многовато слишком боковых ударов боковые удары это классные но если их бить иногда то есть основа это прямые для такого дистанционного боксера когда бьешь все время боковые но тебя в разрез могут поймать ну и так получилось что поймали да но основа его это ноги то есть мало кто может так летать буквально как ракета по рингу и резать еще углы там по всякому менять то есть это редкость и вот так вот объяснить так типа никто там он его просто раскрутили он ничего не умеет нет ребята он умеет вы просто посмотрите не на результат да это был не его день да он проиграл да он проиграл человеку с 13 поражениями габриэль рассада которого роняли которого геннадий заголовкин просто расплющил вообще в лепешку но просто не его день а вообще потенциал техника талант опять же тот же он очень серьезный единственное что меня беспокоило не подкосит ли его этот нокаут то есть дело знаете серьезное я поединок пересмотрел и что заметил что с одной стороны нокаут был жуткий то есть биктимир он просто летел расслаблен вперед и удар был как знаете столкновение с поездом то есть просто навстречу идеальный качественнейший то есть это ну я не знаю вот бывает подводит там нокаут года не нокаут года на мой взгляд это нокаут года я так считаю даже с учетом статуса поединка что статус поединка не самый большой но с учетом того спортсмен будучи ну фактически середняком по технике он очень мастеровитому боксеру сделал этот нокаут то есть он подлогил технаря я считаю это придает огромную ценность данному нокауту но к счастью что я заметил хотя биктимир упал лицом вперед выглядело это очень зловеще но он очухался очень быстро то есть буквально прошло несколько секунд и его уже подняли и да у него был ошарашенный вид но именно ошарашенный я бы даже не сказал что такое уж какой-то невероятно потрясенный и это вселяет надежды потому что самые тяжелые нокауты именно по-настоящему вредные для здоровья которые могут иметь последствия это когда происходит потеря сознания причем там есть некоторая граница вот считается например не так важно ты потерял сознание там на 5 секунд на 10 или например на 30 но вот если ты потерял допустим на две минуты сознания или больше то это считается ну может как бы иметь ну прямые последствия для оставшейся жизни для карьеры во всяком случае я читал такие научные данные хотя наука там все меняется сегодня одно говорят завтра другое такое тоже есть ну что ребят мы с вами расслаблен так обсудили нестандартный формат спасибо вам что посмотрели я вам что хочу сказать обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал потому что нас здесь уже почти 40 тысяч а в телеграм-канале лаборатория бокса 2 и ссылку я оставлю в первом закрепленном комментарии нас только две тысячи а вы знаете что везде наступает цензура мы все кто живем в постсоветских странах мы все знаем что зомбовидение там правда нету в принципе но понимаете сейчас цензура приходит уже в ютуб фейсбук в твиттер то есть фактически все идет к тому что со дня на день говорение правды не в смысле даже там против нашего президента или что такое общее на любые темы оно пресекается и я например наблюдал такого блогера одного интересного англоговорящего который первый подметил что у эрла спенса скажем так есть некоторые медицинские особенности и потом он это видео очень стремительно удалил почему это сделал да то есть наверное на него было оказано какое-то давление и вот эта вот площадка youtube и в современном мире уже все площадки они все больше и больше подвергаются цензуре а телеграм телеграм во всяком случае на сегодня пока там никакой цензуры нет и это радует да то есть можно говорить смело то что ты думаешь всем добра до новых встреч тушу камеру